это вот наверное то самое устройство на котором вы можете реально вот если вы хотите просто вот взять взять устройство которое сто процентов снесет врага то вот так вот делаете четверых сразу уносите привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик на первом ролике на котором мы тестировали новое устройство самое имбовое устройство по моему мнению которое было именно таки вчера на вулкан вы набрали больше 50 лайков а как я уже сказал если вы набираете больше 50 лайков на каждом из роликов мы сразу записываем новый поэтому прожимаем лайкосик ребяточки на данный ролик прямо сейчас и сегодня мы тестируем уже новое устройство вы в описании вернее даже в комментарии написали очень много комментариев какие вы хотите видеть устройство и в принципе одно интересное для себя я нашел поэтому сегодня мы его потестируем это устройство на страйкер нагибает ли она или нет прямо сейчас мы с вами вместе об этом узнаем это устройство у нас называется пусковая установка циклон которая при сводке противника выдает не 4 ракеты а целых 8 ракет условно говоря данное устройство будет нагибать наверное в режиме в джаггернауте в условном штурме контроле точек но понятное дело что это не настолько нагибаторское устройство как которое имеется именно таки на вулкане по что с этим устройством бывает реально не всегда получается сводиться по танкам потому что но и хпшки бывают у игроков не так много бывают моменты когда реально у тебя что-то может не получиться с данным устройством но так вообще в общем и целом ребятки если вы хотите например жестко патролить на голдах вот это наверное то самое устройство на котором вы реально можете жестко повеселиться жестко патролить при том что у нас грядет уже третье скоро число а именно таки в эту уже субботу через один буквально ребятки день когда у нас будет их 20 голды то вот это устройство наверное то самое на котором вы можете спокойно таки сводиться на голдах потому что со сводочки даете 8 выстрелов я только что до этого играл просто тестировал данное устройство в режиме штурм где у нас ребята тоже дефили и реально оно мне понравилось реально есть моменты когда она реально жестко нагибает но бывает конечно ситуации когда но ну не заходит потому что либо у противника не имеется столько хпшки либо еще какой-то определенный момент когда ну серьезно оно не нужно и в принципе не имеет значению быть то если ну типа условно сравнивать с вулканом то здесь вопросов никаких у других людей не возникает поэтому ребят если вы любитель джиггернаута если вам нравится играть в данном режиме то обязательно прикупите данное устройство потому что реально когда вы будете сводиться я сегодня попробовал конечно сыграть джиггернауте мне может быть не повезло там с картой сейчас у нас все-таки записываю ролик днем не так много в данном режиме в принципе кат так и в принципе может быть не имеет значению быть сейчас именно таки записывать в такой в таком роде вообще в принципе ролик поэтому записываю именно в цепешки это у меня закидывает не в самую наверное такую лучшую карту но вот сейчас у нас на карте будет золотой ящик очень хорошо можно прямо сейчас показать нагибает ли данное устройство или нет быстро быстро надо сводиться даже сводиться то не по кому давайте давайте сводимся 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 успею 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 блин ну как-то очень очень быстро ребятки слились ну то есть вы в принципе поняли да ребят если вот так вот берешь быстро нагибаторский сводишься и выдаешь при этом 8 выстрелов но это я вам могу сказать с уверенностью что это любой танк если вот например раньше вы четырех ракет могли сносить почти любой танк то есть если например жирный корпус у вас схавает аптечку мгновенно то он останется на 0 хп то есть вы его сто процентов не сольете то сейчас 8 ракет любой танк будет уничтожен если вы успеваете сводиться вот например как я сейчас успею свестись по этому фризу то сто процентов вы его сольете и даже если он схавает аптечку у него все равно нет шансов выжить что 8 ракет в сумме наносит если не ошибаюсь около 6000 урона при том что если вы мгновенно нажмете аптеку тогда когда я буду наносить на вас урон вы все равно ну нет просто нереально чисто чтобы я сводился и вы успели еще схавать аптечку и при этом выжить это вот наверное то самое устройство на котором вы можете реально вот если вы хотите просто вот взять взять устройство который сто процентов снесет врага то вот так вот делаете четверых сразу уносите просто вот ну шикарная шикарный именно вот показатель того где она бывает нагибает где бывает не заходит безусловно она спорная это наверное не то устройство как я сказал уже с пулеметом которая вообще вот без проигрыш на я бы сказал так она заходит везде и всегда и нагибать она реально будет в нужных руках я бы сказал так ну и всегда надо ребят помнить что каждому устройству нужно знать свое применение безусловно не будет вам каждое устройство даже условно тоже устройство на на вулкан она не будет нагибать везде и всегда и везде она будет нагибать только при той игре которую вы будете показывать чисто для данного устройства то есть например данное устройство требует вот не знаю игры наверное на респах пытай пытаться сводиться именно по тем танкам которые живут дольше то есть больше у них количество здоровья чтобы вы могли сто процентов свестись и сто процентов выдать урон то есть если вы условно будете пытаться сводиться по всяким вас пикам то толку не будет у вас в данном устройстве бы вы будете пытаться сводиться но у вас явно ничего не будет получаться а то есть вот ну вот например сейчас свелся по фокошному игроку это он блин сколько ракет полетела мимо из-за того что ограждение туда-сюда и в этом плане тоже не всегда все однозначно поэтому ребят вот такое вот устройство которое реально я думаю что многим уже понравилось кто-то только думает покупать его или нет я вам могу сказать так что это то устройство которое требует наверное больше скилла в вашей игре если вы например не умеете играть на страйкере вам не нравится данная пушка то сто процентов могу сказать что вам не стоит покупать данное устройство если вам нравится данная пушка если вы имеете данную пушку full прокачанную вы знаете как работает механика данной пушки Вы знаете, что нужно сделать с данной пушкой на карте То, конечно, покупайте, тестируйте При том, что данное устройство не стоит такое большое количество кристаллов Так же, как и устройство на вулкан Поэтому берите, наслаждайтесь, нагибайте Ну и, конечно, для всех тех любителей потроллить на голдах Это, наверное, то самое устройство Чтобы взять и тупо досаждать своему противнику То самое неприязнь, неприятие вообще, в принципе Много эмоций можно получить, я бы сказал, с таким устройством Поэтому, ребят, обязательно тоже покупайте, кому оно нравится И также, ребят, не забывайте в комментарии писать Какое устройство мы будем тестировать дальше Потому что, как только вы, ребят, набираете на данном ролике 50 лайкосов Мы сразу же записываем новую, новый тест, новый имбы, новые устройства Потому что устройств реально много Реально много устройств есть, которые нужно тестировать Которые не только вот, они могут там жестко нагибать Но есть устройства, которые надо посмотреть Надо изучить, надо понять, где они могут нагибать Где они будут неполезными То есть, есть такие устройства И писали вот, по большей части Сейчас у нас писали в комментариях Чтобы я потестировал именно данное устройство Попросили поиграть на полигоне ЦП в ББП Но, увы и ах, я зашел в ББП, ЦП Только именно в матчмейкинге Поэтому как-то так Вот еще один у нас золотой ящик Я надеюсь, что он успеет упасть И я сейчас попробую тоже свистить Где у нас только золотой ящик? Я вот не вижу Не вижу точку выпадения голда Где она у нас? Ага, все, вижу Ну, не самая удачная точка выпадения, конечно Но попробуем свестись вот по этому игроку Не хотят, ребята, чтобы я по ним сводился Убегают, зараза Ну ладно, давайте сведемся Все-таки сведемся, 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 сведемся Ну и вот так вот как-то оно Жестко, круто, нагибаторски работает При том, что если вы даже схаваете аптечку Вам серьезно ничего не поможет Вы все равно будете уничтожить противника Как видите, я в данной катке занимаю первое место При том, что у нас играет на втором месте парниша Это с нагибаторским устройством на пулеметик именно таким Но все равно мое устройство в данной катке заходит каким-то образом лучше Давайте попробуем свестись вот по этому парню Давайте, 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 давайте И вот так вот перевел, конечно, я не совсем удачно Надо было перевести более плавно Тогда бы все бы 8 ракет улетели бы в цель А не просто по пустой зоне куда-то в небо Такое вот, ребят, сегодня у нас устройство Надеюсь, что оно вам понравилось Вы обязательно поставили уже лайкосик на данный ролик Подпишитесь, ребят, на канал, кто еще вдруг на него не подписан Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик Ну и сейчас мы возьмем еще, откроем Еженедельный контейнер Я его, ребятки, не открывал И даже сам пока не знаю, что с него может падать Поэтому сейчас мы прямо-таки переместимся в гараж К слову говоря, у меня уже набиты 368 звезд Кто у нас, ребят, смотрит мои стримы, обязательно приходите Приходите вместе со мной гонять Ну и сейчас я, ребятки, обновлюсь Потому что гараж не грузит И мы продолжим Ну что, ребят, наконец-таки я загрузился в гараж Сегодня у нас какие-то лаги в игре происходят Пока я не совсем разобрался, с чем связаны данные лаги Но посмотрим сегодня поподробнее Вообще с этим всем делом тоже Может быть какую-то зарисовочку для себя я открою Возможно, вам даже расскажу Если будет какая-то у меня подробная информация по этим лагам Которые у нас сегодня происходят Ну и открываем, ребятки, недельный контейнер Открываем все И смотрим, что нам сегодня выпадает 3000 кристаллов 60 ускорений 60 мин 60 двойной защиты 60 двойного урона 20 ремкомплекта 10 батареек Если не ошибаюсь То за данный недельный контейнер Раньше у нас падало больше Я это тоже, ребятки, узнаю Потому что с сегодняшнего дня У нас понерфили уже данные контейнеры Теперь у нас Вы как видите Вот за такое, например, задание Дают только 3000 кристаллов А никак не 7, не 14 тысяч кристаллов И сменить у нас теперь стоит для всех Звание одинаково Раньше, если Как только ввели данное обновление Чем больше у вас была легенда Тем больше вы могли получить Ну а сейчас они взяли Приравняли опять К примерно одинаковому Показателю для всех званий И В какой-то степени Нас уже занерфили И уже прям сразу Ограничили В заработке Халявных кристаллов Поэтому как-то так, ребят Точно сейчас уже заканчиваем Обязательно, ребят Пооформляем подписочку на канал Как я уже сказал Если вы еще вдруг не подписаны Также, ребят Нажимаем на колокольчик Но у меня на этом все Спасибо, ребят За просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok